Меры ужесточаются. С 1 апреля на Владимирском железнодорожном вокзале заработала система выборочного досмотра пассажиров. Сколько времени она занимает, расскажет Алексей Дудин. Третий пошел. Светлана Орлова продолжает кадровую зачистку областной администрации. Кто на этот раз попал под горячую руку нового губернатора? Они не осуждены, но вся их жизнь неразрывно связана с зоной. О специфике работы сотрудников УФСИН вам расскажу я, Ирина Начарова. Вы смотрите Новости 24 на 6 канале. В студии Юлия Кузнецова. Доброй ночи. В ожидании большой воды. Сегодня спасатели региона отчитались о готовности к паводку. В зону подтопления попадут 32 населенных пункта. Самую сложную ситуацию прогнозируют в Муромском и Беленковском районах. Сейчас во всех территориях проведена подготовительная работа. Уже развернуты пункты временного размещения, в которые смогут перебраться люди на время паводка. Правда, по словам спасателей, граждане в основном отказываются переезжать. Опасаются за имущество и скот. Да и разлив у нас обычно не затягивается. Сейчас во всех муниципалитетах работают оперативные группы. Они ежедневно докладывают о ситуации. Обильные запасы снега в населенных пунктах, они, естественно, сейчас приведут к обильному таянию. И надо обратить внимание на очистку всех ливнестоков, на очистку всех сточных канав, где это не было сделано осенью, сейчас припорошено снегом, еще не видно. Вот это надо делать сегодня. И от качественной проведенной данной работы уже будет зависеть дальнейшее состояние наших улиц, дворов, дорог. Спасатели еще раз напоминают, выходить на лед сейчас очень опасно. За последний месяц на реках ЦФО уже погибли 4 ребенка. Третий пошел. Новый ИО-губернатор Светлана Орлова продолжает кадровую зачистку областной администрации. Вслед за вице-губернатором Сергеем Мартыновым, отвечающим за социальную политику, и директором облздрава Владимиром Безруковым в отставку отправлен директор департамента административных органов и общественной безопасности Александр Большаков. Большаков был уволен прямо на совещании. По словам очевидцев, Орлова возмутила, что человек, отвечающий за общественную безопасность, не владеет информацией о региональной миграционной политике. Как сообщил нам по телефону, пока еще и директор департамента Александр Большаков, противиться воле губернатора он не будет и покинет свой пост добровольно. Приказов пока нет, но заявление сегодня напишу. Причина, я не хочу сказать, ну как все, какая может причина? Так, все, возраст, вот хватит работать, наверное, уже 63 года. Пока планы никакие. Какие планы могут быть? Себья, дети. Надо воспитывать. Александр Большаков руководил департаментом административных органов и общественной безопасности на протяжении последних пяти лет. Ранее, в течение семи лет, генерал-майор Большаков возглавлял областное УВД. Пассажиры к досмотру. С 1 апреля на железнодорожных вокзалах страны начала работу система выборочного досмотра пассажиров. В список из 32 вокзалов попал и Владимирский. Теперь пассажирам, желающим отправиться в путешествие или уехать в командировку, придется приезжать заранее, чтобы не опоздать на поезд. Алексей Дудин увидел, как работает новая система. В поезд, как в самолет. Теперь пройти на перрон и попасть в вагон не так просто. Путь к поездам дальнего следования преграждают полицейские, сотрудники РЖД и, самое главное, электронная система контроля. Каждый из пассажиров обязан пройти через рамку металлодетектора, а свой багаж пропустить через рентген-установку. Все, что у вас в сумке, у специалиста на мониторе. Если сотрудник вокзала заметил в багаже запрещенный к перевозке предмет, или сам пассажир, вызывают у него подозрения, привлекаются дежурившие рядом полицейские. В мои функции входит досмотр граждан, пассажиров, которые вызывают подозрения. Мы вправе также досмотреть его более тщательно, его багаж и его, что при нем находится, все вещи. Новая система не идеальна. Но уже сейчас понятно, что зловонные, легковоспламеняющиеся вещества и огнестрельное оружие однозначно пронести не удастся. Травматическое оружие у пассажиров сотрудники полиции и специалисты РЖД находят ежедневно. Перевозить пистолет с резиновыми пулями можно только разряженным в кобуре и при наличии разрешительных документов. В столице к рамке металлодетектора, впрочем, как и к рентгенустановке, пассажиры уже привыкли. Владимирцев же новая система пока удивляет. Хотя на нашем вокзале она была установлена еще в августе прошлого года. Хорошо говорят граждане, что хоть обувь снимать не заставляют. Удивительно было, что остановили. Ну да, просто неожиданно раньше я проходила нормально. Конечно, напрягаю. Но все-таки безопасность. Не знаю, раньше как и внимания не обращали. Вы знаете, это очень важно, очень важная, полезная работа, безусловно. Она и дисциплинирует. Участниками программы обеспечения безопасности населения на транспорте пока стали 32 вокзала страны. На техническое оснащение досмотровых зон выделено почти полтора миллиарда рублей. Пока нормативы дорабатываются, проект носит статус пилотного. Сейчас работаем в штатном режиме. Серьезных задержек нет. Дополнительное время на проведение досмотровых мероприятий максимум дополнительно 10-15 минут. В том случае, если могут возникнуть так называемые пиковые периоды. Досмотр может занять не больше минуты. Может продлиться и более получаса. Конечно, за три часа, как в аэропорт, на ЖД вокзал приезжать не нужно. А вот минут за 40 желательно, чтобы наверняка не опоздать. Алексей Дудин, Иван Людков, Шестой канал. Благородные цели. Сегодня во Владимирской мэрии раздавали гранты. К муниципальной поддержке удостоились общественные организации, чьи проекты вызвали особый интерес. На что потратят деньги, узнала Екатерина Дронова. Приют для животных валентов в числе еще 22 общественных организаций города сегодня получает социальный грант. Зоозащитники предлагают контролировать численность бездомных животных, причем делать это гуманным способом. Бесхозных четвероногих надо помечать, а для этого приюту нужен клейматор. Группа отлова ловит, привозит к нам. Мы, если это самка, мы ее стерилизуем. Ставим бирку на ухо, яркую какую-нибудь. И в паху клейму пишем татуировку. Это на всю жизнь собака известна. С биркой никто ее больше отлавливать не будет, она спокойно будет жить. И это уже муниципальная собственность. Никто не имеет права убивать, наносить увечья и так далее. За это будут отвечать. В Валенте создадут базу данных, куда будут заносить всех клейменных животных. На реализацию проекта просили 60 тысяч рублей, но получают только 30. Прежде чем получить грант, каждая из организаций должна была публично защитить свой проект, доказать его значимость. Среди тех, кому это удалось, общество инвалидов-опорников «Надежда», «Ардисвет» и другие. Денежные средства выделялись от 10 тысяч до 60, в зависимости от того, сколько забрашивали, на какие цели. КТОС номер 8 Ленинского района сегодня получает грант в шестой раз. Уже несколько лет подряд на выигранные средства создают трудовые отряды по благоустройству города. За порядком следят подростки от 14 до 17 лет и получают зарплату от 3 до 5 тысяч рублей. Они в перчатках ходят с мешками, собирают мусор. Потом приходит время, когда нужно вскопать клумбы, посадить рассаду, поливать. Это они все делают. Сегодня КТОС получает 10 тысяч рублей. К слову, в следующем году сумма муниципального гранта может увеличиться. Екатерина Дронова, Ян Захаров, Шестой канал. Как повысить престиж профессии? Над этим сегодня задумались участники расширенного заседания попечительского совета в СИН России. Оно впервые прошло во Владимире. Собравшиеся говорили о проблемах сотрудников системы, а также о грядущем сокращении штатов. Тему продолжит Ирина Начарова. В этом году общественный совет стал внедрять новые формы работы – комплексные выезды в колонии. Одна из главных задач – привлечь внимание бизнес-структур к производству в зоне. Шесть галет идёт, два чая и два сахара по 20 грамм ложка. Сколько в год выигрываете? Значит, на этот год нам отпущено 1 миллион 400 тысяч. Пятёрка – единственная в России колония, которая производит индивидуальные рационы питания для осуждённых и сотрудников в СИН. Суп с мясом, каша, пшённая перловка с мясом. Такой паёк осуждённому выдаёт, когда его конвоируют на судебное заседание. Для приготовления обеда нужен кипяток и три минуты времени. За один собранный индивидуальный рацион питания заключённым платит 1 рубль 48 копеек. Правая рука директора в СИН России Анатолий Руды считает обеспечение осуждённых работой одной из главных задач ведомства. Возьмём даже наших великих, допустим, того же Макаренко. Он всё-таки проводил воспитание через коллектив. А если уж на то пошло, то основная задача нашей системы – это исправление и воспитание. Сотрудники в СИН уже три месяца получают повышенную зарплату. Это позволит остановить отток профессионалов из уголовно-исполнительной системы. Это сотрудников обижало. Естественно, была побеговая ситуация. Слава Богу, что всё-таки с 1 января, как правительство обещало, то же самое, примерно на уровне сотрудников МВД зарплату стали получать. Секретарь попечительского совета УИС Виктор Кахтачёв за два года побывал в 30 колониях по всей России. Он не понаслышке знает, что до недавнего времени у офицеров не было даже медицинского полиса. Начинает решаться вопрос и с обеспечением жильём. Когда каждый день на тебя смотрят глаза осуждённых, ну, не каждый сотрудник выдерживает. Некоторые срываются. Ну, чего грех оттаить? С данной категорией людей, естественно, надо работать и нашим психологам. Вертуха и тюремщик. Вот от этого надо уйти и надо прийти к понятию офицер. Понимаете, да? И всё, что отсюда вытекает. Стремительное повышение зарплаты – палка о двух концах. В июне в системе ВСИН начнутся массовые сокращения. Расчёт получат около 10% сотрудников ведомства по всей стране. Принято решение молодых и перспективных не трогать. Под сокращение попадут ветераны. В исключительных случаях зрелые сотрудники займут гражданские должности. Ирина Начарова, Александр Мажаров, «Шестой канал». Противостояние на лестничной площадке. Соседи одного из домов пикрорайона Юрьевец устроили настоящую войну из-за дверного глазка. Дело дошло даже до полиции. За что же ополчилось пожилая женщина на, казалось бы, безобидное устройство, выяснял Александр Инин. Несмотря на свои 84, Людмила Павловна на здоровье не жалуется. Жалуется на соседей. Она считает, что те проявляют к ней повышенный интерес. Не просто в глазок смотрят, кого привечает бабушка, но ещё и записывают происходящее на лестничной площадке на видеокамеру, которая подсоединена к дверному глазку. Там и подслушивающая, и сигнализация, и вот это наблюдательное. Ой, боже, там уже крепость, я не дома крепость. Я говорю, убирайте камеру, убирайте камеру. Что вы за нами, как за мной в основном? Как за зверем диким. Вы унижаете человеческое достоинство. Поскольку к этим просьбам, как уверяет бабушка, соседи остались глухи, она сама перешла от слов к действиям. Вот средство спасения. Ножницы и липкая лента. Глазок соседской двери Людмила Павловна начала заклеивать непроницаемым скотчем. Соседи Федотовой считают это форменным безобразием. Каждый факт появления скотча на дверном глазке они фиксируют на лесках бумаги формата А4. В полицию написали две враждующие стороны. И Людмила Павловна, и супруги Федотовы, которые якобы следят за каждым шагом бабушки. Пока 1-0 не в пользу бабушки. Гражданка Борисенко привлечена к административной ответственности. Это повреждение чужого имущества в незначительном размере. Стоимость дверного звонка замк глазка не составляет стоимости поврежденного имущества, необходимого для возбуждения уголовного дела. Протокол будет направлен для принятия решения в административную комиссию. Скорее всего, бабушке придется заплатить около 60 рублей за глазок и 500 рублей штрафа. Кстати, мы не увидели, что к дверному глазку соседей подсоединена видеокамера. Для Людмилы Павловны это не аргумент. Она уже готовит документы в суд. Вот и справка из Бюро судебной экспертизы. Она понадобилась после того, как в одном из противостояний бабушке повредили пальцы ног. Рентгеновские снимки прилагаются. Мне было больно, я не ходила. А потом, когда немножко боль утихла, несколько дней прошло, я пошла вот эту судебную экспертизу. Думаю, на всякий случай. А вдруг повторится? Да почему же, если одна, у меня нет свидетелей, меня нужно убить тут? Давайте задушите и вон в пруд, камень на шее и в пруд. Что касается видеокамер, если бы они появились в подъезде, например, полиция только это бы приветствовала. Видеонаблюдение помогает бороться с квартирными кражами. Александр Инин, Иван Людков, 6 канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях дня. Владимир Путин подписал закон, который разрешает регионам отказываться от прямых губернаторских выборов. Госдума приняла его в третьем чтении 22 марта. Теперь, если регион решит отказаться от прямых выборов, то партии, представленные в региональном и федеральном парламентах, получат право предложить президенту России по три кандидатуры к губернатору. Слава государства направит любые три из них на рассмотрение регионального парламента, который и наделит одного губернаторскими полномочиями. Присвоила чужие деньги. В отношении бывшей сотрудницы ООО группы «Ренессанс страхования» возбуждено уголовное дело. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что с июля по октябрь прошлого года 34-летняя руководитель отдела фирмы присвоила более 150 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на оплату страховых премий. Ремень безопасности Она продлится до 10 апреля. Только за первый квартал сотрудники ДПС выявили 3,5 тысячи водителей, которые не любят пристегиваться. Именно с ними и будут работать инспекторы, а также с теми, кто забывает пристегивать детей. По статистике они гораздо чаще получают травмы при ДТП. И последнее. Как отправить сообщение в прямой эфир «Оранжевое утро»? Зачем в некоторых городах мира сегодня здания будут подсвечены синим цветом? И сколько денег выделили на доступный спорт? Ответы на эти вопросы знает наш обозревающий твиттера Иван Литков. Екатерина Епифанова через свой микроблог приглашает молодых, желающих поступать в колледж ВЛГУ на день открытых дверей. Он пройдет 7 апреля в воскресенье в главном корпусе университета в 11.00. Пользователь под псевдонимом Клара де Дубра написал, за эту ночь под машиной растаял лед, и автомобиль наполовину выкатился на дорогу. Благо, все обошлось. Олег Макаров отчитался перед своими читателями и поведал о том, что молодая гвардия «Единой России» на конкурсе муниципальных социальных грантов получила сегодня 40 тысяч рублей для реализации проекта «Доступный спорт». ТВ-аккаунт Управления по делам молодежи распространил информацию о том, что до 26 апреля принимает заявки от лучших молодых работников ЖКХ и строительства для участия в городском этапе всероссийского конкурса «Лучший молодой работник в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства». К рубрике «Один день» Кирилл Николенко вспомнил, что в этот день в 1996 году создано сообщество России и Белоруссии. А Елена Петелина сообщила, что 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Во многих городах мира в этот день принято подсвечивать здание синим цветом. И последнее. Я напоминаю, что теперь в оранжевом утре вы можете радовать друг друга утренним онлайн-чатом. Напиши сообщение с хэштегом «ОУ33» в Твиттере или на нашей страничке ВКонтакте, и оно появится в эфире нашей утренней программы. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере. Прямо сейчас смотрите очередную серию нашего проекта «Мама». А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.